Я ж долучаю наступного спикера до нашего эфиру. Это Карина Орлова, журналистка из Вашингтона. Карина, добрый вечер, або добрый день за Вашингтоном. Витаю вас. Здравствуйте, витаю. Друзья, я должен перейти на российскую мову, потому что самая ее разумея Карина. Прошу поставить это с разумением. Карина, новость последнего часа, свежая. Путин внес в Госдуму проект ратификации договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ был подписан 19 июня во время визита российского диктатора Пхеньян. Ну а ранее сегодня президент Зеленский заявил, что Северная Корея практически включилась в войну РФ против Украины. Карина, как вы считаете, что означает это действие Путина, вот сейчас ратификация такого договора? Действительно ли Северная Корея присоединится к военным действиям против Украины? Ну она уже присоединилась, это совершенно очевидно. Зеленский просто подтвердил уже то, что есть постфактум, но эти сообщения появились задолго до этого, что русские будут использовать северных корейцев на фронте, в войне против Украины. И, кстати, это уже не первый раз, когда жители Северной Кореи используются в России в качестве, в данном случае, в случае войны пушечного мяса. А до того, вы знаете, была большая история, было несколько лет назад, вскрылось, как на стройках в России, в Москве преимущественно, северные корейцы используются просто как рабы. То есть их туда вывозили как товар, даже не как людей, вот буквально, без их там согласия, естественно, селили в какие-то вагончики, там, в жутких, чудовищных, нечеловеческих условиях, и просто эти люди работали за еду, причем за очень скромную. То есть это натурально был рабский труд, да? Карина, как вы думаете, это будет заменой мобилизации, да? Потому что у Украины долгое время была стратегия, что вот мы дождемся российской мобилизации, когда уже добровольцев там, так называемых, не останется, и вот это пошатнет режим Путина. Получается, что Северная Корея поможет, не будет мобилизации? Вы знаете, я не могу сказать, будет она или нет, потому что это знает только Путин, и это вот каждый раз, да, ну, можно только пальцем в небо ткнуть, как встречу динозавра, да, либо встречу, либо нет, 50 на 50. Поэтому здесь уже не раз говорилось, что Путин вот-вот-вот будет проводить мобилизацию, он по каким-то причинам, конечно, тянет с ней, хотя я очень скептически отношусь после всего того, что мы видели за два с половиной года, я очень скептически отношусь к тому, что вообще что-то может пошатнуть режим Путина вот именно в этой части, да? Если вы посмотрите на то, как себя ведут жены, там, мужья, ну, не мужья, жены, сестры и родственники, да, мамы, папы мобилизованных уже, погибших, да, или раненых, то просто все упирается в деньги. Поэтому я думаю, Путина большая проблема с мобилизацией даже не в том, что, ну, нужно мобилизовать население, а вот в выплатах, которые придется, да, осуществлять, там, погибшим, я не знаю, наверное, как-то это должно будет происходить, потому что тогда население будет вообще очень довольна. У нас просто есть подтверждение, да, когда даже некоторые матери отказываются признавать своих сыновей, взятых в плен, украинцами, там, у нас есть видео, где украинцы, там, говорят, звоните, давайте своим родственникам, а мать, говорят, я тебя не знаю, ты не мой сын, ты не мой сын, мой сын погиб. Ну, естественно, она так говорит, потому что если он погиб, ей полагается выплата, а если он жив, то ей ничего не полагается. Вот, поэтому я бы очень осторожно относилась к вот этим вот пожеланиям о том, что можно пошатнуть режим Путина. Это просто, к сожалению, понимаете, Россия, это просто зазеркалье. Там не работают законы человеческой физики, человеческого разума вообще. Там как бы все наоборот и непредсказуемо. Давайте к одному из таких эпизодов. Вот Путин сегодня подписал закон, который разрешает главе Следственного комитета оставаться на должности после 70 лет. Об этом сообщают российские СМИ. Речь идет об Острыкине. Ему исполнится скоро 71 год. Почему этот персонаж так важен? Почему нужно принимать отдельное по нему решение, чтобы он мог продолжать свои действия, свою работу в этой должности? Ну, почему он так важен? Наверное, потому что Путину нравятся его методы. Пострикин один из самых отмороженных силовиков Российской Федерации. Просто в буквальном смысле отморозок. И это вот именно тот такой опричник настоящий, который нужен Путину. Зачем его менять? Он верно служит, да, как пес своему хозяину и делает все, что нужно Путину в данном случае. Потом, смотрите, если все-таки будут какие-то там, ну, возникать мини-протесты, я так это назову, да, они широкомасштабные, какие-то вспышки недовольства там где-то, да, то нужно их жестко подавлять, вот, а, конечно, и, ну, преследовать и так далее, то, конечно, Бастрыкин для этой роли подходит просто идеально. Зачем его менять? Для Путина идеальный чиновник. Принимается. Давайте дальше. Путин готов поговорить с Шольцем. Об этом заявил Песков. Что случилось? Или ничего нового? Ну, слушайте, Путин вообще, как вы его послушаете? Он, во-первых, человек мира. Он готов к мирным переговорам уже сегодня. На его условиях, естественно. Там одним из главных условий является гарантия не вступления Украины в НАТО. Да, это понятно. Поэтому он, конечно, он готов со всеми разговаривать. Он и с Трампом готов поговорить. Он же сказал, что я, если Трамп изберется президентом, то я с ним готов встретиться, да, сразу же, прям там, речь шла о каких-то чуть ли не февраль, да, но в январе новый президент вступает в должность 25-го года. Вот, поэтому, конечно, Путин всегда готов. Он просто миротворец человек мира, потому что сейчас ему важно представить, убедить мир, мир, ну, конечно, не западный мир, который все понимает, и то, кстати, не целиком, да, вот если мы возьмем Америка, часть западного мира. Половина людей здесь все понимает, как даже выяснилось, меньше, чем половина, а остальные ничего не понимают. Вот они считают, что, например, да, предложение Трампа разрешить этот конфликт за 24 часа и все закончить, это вот как бы деятельное, хорошее предложение, которое находится в интересах Украины, европейской национальной безопасности и американской национальной безопасности. Поэтому, конечно, Путин сейчас проводит такую кампанию мировую по представлению себя таким человеком мира, который готов прекратить эту, как они там любят, эту бессмысленную огонь, жертвы, вот это все, они используют риторику, да, вот, ну, конечно, на своих условиях. И у него есть партнер, спарринговый партнер, Дональд Трамп, который то же самое примерно говорит, да, что все это нужно закончить. И они на что надеются, что как бы, когда, если дело до этого дойдет, да, то, ну, вот, вот есть Россия готовая к миру, вот Америка готовая к миру, а если Украина не будет готова к такому миру, да, а мы понимаем, что это за мир, это, опять же, ну, все территории, которые это сами сотрудники штаба Трампа говорят, забрать, оставить, да, Путину, который он сейчас контролирует военно, и самое главное гарантия не вступления в НАТО, да, там еще помимо прочих, то, получается, если Украина такой не согласится, Украина как бы будет выглядеть уже, ну, чуть ли не агрессором. Смотрите, все вокруг готовы на мир, да, и так и будет, я вас уверяю, что общественное мнение так и будет складываться, потому что, ну, вот же человек мира, вот один Путин, вот Трамп, просто миротворцы, а тут Украина вообще что-то требует и не хочет соглашаться на прекращение огня и прекращение вот этих жертв. Вот так и будет выглядеть. Карина Байден заявил о готовности США к диалогу с Россией, Китаем и КНДР по ядерной угрозе. Произошло это во время поздравления нобелевских лауреатов премии Амира, которые за противодействие распространению ядерного оружия получили эту премию. Означает ли это, что Байден готов говорить с Путиным? Ну, только на эту тему, конечно, и всегда, у американцев всегда это вообще отдельно идет, вот эта ядерная доктрина и переговоры, касающиеся ядерного оружия, его сдерживания и нераспространения, то, конечно же, американцы всегда, это, как, кстати, переговоры по терроризму, вы знаете, да, что американцы, несмотря на то, что отношения США и России находятся на нуле, и конфликты и прочее, они предупредили, американцы предупредили русских о том, что готовится теракт в Крокус-Сити-Холл. Вот, то есть это, как бы, абсолютно отдельная параллельная история, это правильно, это нужно делать, я, как бы, ядерное оружие, это такая вещь, я понимаю, мы все знаем, чего стоят, да, переговоры с Путиным, его обещания, он может подписывать все, что угодно, это просто можешь выбрасывать, да, мусорное ведро, вот, но, тем не менее, все, что можно сделать, вот таким вот дипломатическим путем, американцы делали, делают и будут делать, и правильно. Карина, кстати, давайте о выборах поговорим, о предвыборной гонке, как она происходит, вот, с местом проведения митинга Трампа, опять нашли оружие, опять готовили покушение на Трампа, что происходит, почему все так хотят убить Дональда? Слушайте, ну это надо вопрос Дональду Трампу задать, если вы, я понимаю, вы заняты, у вас свой военный фронт, но если вы, если послушать просто ралли Дональда Трампа или его интервью, да, то это бесконечное разжигание вражды, сталкивание американцев лбами, вот только что сейчас широко обсуждается, он дал интервью на Fox News, Мария Бартирома, она его спрашивает, странный вопрос, что он, про то, что он собирается делать с 50 тысячами китайских граждан в преддверии выборов, там, или после выборов, в день выборов, на что он ей говорит, сейчас, я считаю, большая проблема, это враг изнутри, я цитирую, враг изнутри, это большая проблема, значит, это люди, которые ультралевые, больные люди, с ними нужно справляться, с ними можно очень легко справиться, используя нацгвардию, а если уж совсем необходимо, то используя военных, до этого Дональд Трамп говорил, что собирается применить закон от 1790 какого-то года об иностранном вторжении, чтобы, значит, как-то военным путем отразить атаку нашествия, я сейчас его слова использую, со стороны иммигрантов, то есть вы понимаете, такая риторика, да? Он сказал, внутренний враг опаснее России и Китая, он сказал об этом, да, вот на одном из мероприятий, давайте услышим эту цитату, вот она у нас есть. Я думаю, что велика проблема – люди всередині. У нас есть очень плохие люди, хворие люди, радикальные левые лунатыки, и с этим легко впорается национальная гвардия, або, если понадобится войскови, потому что они просто не могут этого допустить. Ну, в общем, привлечь нацгвардию и военных к решению этой проблемы. Вот такой рецепт. Да, а понимаете, да, он о чем говорит? Он говорит просто о своих политических оппонентах, при том, если раньше, еще там два месяца, три месяца назад он угрожал открыто уголовным, значит, политически мотивированным уголовным преследованием своих противников, например, он открыто называл среди них генерала Марка Мелия, это бывший глава штаба, начальника штабов, да, который, кстати, для новой книги Боба Вудварда назвал Трампа фашистом до мозга костей. Других людей, там, всех прокуроров, которые ведут уголовные дела против Трампа, судей и так далее, семью Байденов, то есть он открыто говорил, что они будут подвергнуты уголовному преследованию, да, по политическим мотивам. И что он будет, кстати, использовать налоговую службу против своих противников. А теперь у него риторика как бы еще усилилась, теперь он готовится применить военных, то есть, ну, видимо, речи, военные вообще стреляют, да, то есть это их задача. То есть, видимо, речь идет о том, чтобы открыть огонь по протестующим, да, или там каким-то недовольным, а может быть просто по, я не знаю, членам Конгресса левых взглядов, потому что когда были протесты БЛМ в США, как раз Трамп требовал от того же генерала Марка Милли и главы Пентагона Марка Эспера, открыть, он не требовал, он спросил, а мы не можем просто стрелять по ним начать, ну, хотя бы по ногам, на что Марк Милли сказал, не можем. Карина, спасибо вам, что присоединились к нашему эфиру, мы следим внимательно за предвыборной гонкой в США и в ближайшие недели, конечно, будет еще больше инфоповодов. Спасибо, что были с нами, Карина Орлова, журналистка из Вашингтона, была с нами на прямой связи. С вами был Игорь Негода.